Привет, друзья! Это моя собственная мода, я делаю. Вот это мягкая рубашка, мягкий воротник, вместо того, чтобы был жёсткий воротник, как обычно бывает. И теперь меряю галстуки. Вот к этому цвету. Значит, номер один. Номер два. Сейчас, чтобы так вот, примеряюсь. Помогите, друзья, художнику определиться в галстуке. Номер два. Так. Номер три. Сумас, эти, их же у меня сто штук. И каждый подходит, правда? Вот смотрите, как интересно. Да. Как говорят, клёво. Да, клёво, да? Так. Так. Следующий. Ну, я всё сто не буду. Это был раз, два, три. А это четвёртый. О, какой, какой. Ну, я не знаю, по-моему, это не очень. Ну, кто поможет, будет мною, как говорится, окомплиментчен, благодарен. Так. Ну, как? Ништяк, как говорится? Нет. Ну, смотрите, да. Это уже какое? Один. Запутался. Два. Три. Четыре. Пять. Так, следующий. Ну, как. Сейчас, секунду. Мягкий воротник и галстук, и вот эта штучка мягкая. Это я делаю себе свой стиль. Это будет шесть, по-моему, уже. Шесть. Ну, все сто мерить. Это самое, Вадим, профессор, пришёл, пришёл в своё время, мой друг, и подарил мне стук галстуков. Ну, те были другие галстуки. Да, я там в центре оставил, когда переезжал, а это другие. Ну, как? Короче говоря, а что мне самому нравится, да? Если вы спросите. Вот, мне кажется. Ну, посмотрим, как это выглядит. Это что же зависит от физиономии лица? От физиономии настроения? От того, как человек смотрит, о чём он говорит, о чём он думает, о чём хохочет, так как он хочет. Так, посмотрите, уже в интерьере воротничка, уже в другом совершенно, как бы, в таком антураже. Ну-ка, посмотрим, ну-ка. Так, сейчас, 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 ещё бы сюда, волосы потемнее, а не посветлее, не поседее. Ладно, я буду темнеть, если вам хочется. Потому что, внимание, человека очень интересная вещь. Я встречаю в аэропорту моего друга, он говорит, я занимаюсь твоим методом ключ, и посмотри, мои волосы стали тёмными. Внимательно, говорит, посмотри, помнишь разницу, какие они у меня были и какие стали. А я смотрю на него, и не могу вспомнить, какие же они у него были. Вот что такое внимание. Да. А он, говорит, что, говорит, смотришь так, не видишь, что ли, что потемнел? Ну, посмотрим, как вы увидите потом, у меня через месяц какой буду тёмненький. Так. Поэтому запоминайте. Я же сейчас буду применять методику включения гормонов. Это называется у меня методика сопровождающей гормон, потому что, когда вы думаете о чём-то, у вас, соответственно, с этим гормон включается. Вот, например, молодые люди, как только о девушке подумают, гормон включается, и они уже погружаются в это. Они не могут оттуда выскочить, у них включается либидо и так далее, да. Это подключение гормонов в стезю мышления. И что первичнее, курица или яйцо. А бывает, что состояние уже такое, либидо, и поэтому и мысли такие приходят. Так что мысль тянет гормоны, да гормоны тянут мысль. Ну, а это курица и яйцо, что первичнее духовной материи. Короче говоря, ну, на ваш суд, друзья, я полагаюсь. Я вот так обычно делаю. Как бы так вот лихо. Как бы я так. А я, на самом деле, свободный человек, поэтому мне не важно, как я покажусь, потому что мне важно, чтобы было удобнее. И когда я чувствую себя свободно, то и вы чувствуете себя легче. Смотрите, как красиво получилось, да? Ну, посмотрим, посмотрим. Может, кому-то по-другому понравилось. Я это все затеял. Ну, почему? Чтобы немножко разогреться, потому что следующий ролик будет очень серьезный. Да, о том, что нам предстоит вебинар. А там надо выходить в зуме с вопросами, потому что меня уже замучили вопросами в личке. Друзья, я не вижу вас в личке. Одна фраза. Я утром встаю, у меня болит голова, что мне делать? Я даже не знаю, тебе 15 лет, или 45, или 120. Поэтому я же должен видеть, чтобы ответить человеку на вопросы. Не только по болезням, а по творчеству. Как развивать у себя изобретательскую смекалку, интуицию, творческие способности. Вебинар будет для новичков. Чтобы они сразу поняли, сразу получили результат. Да. А что, говорит, после этого вебинара другие не надо смотреть, которые у вас там были. В сайте есть меню магазина, в сайте стрессу и в сайте хсеру. Ну, как не надо? Каждый вебинар своя грань, своя сфера, своя там, там все, каждое свое. Это все же, я же творческий человек, я все делаю всегда, есть в любом вебинаре у меня изюминка. Изюминка потрясающая, как этот галстук. Итак, друзья, до следующего ролика. Интересную штуку буду вам рассказывать и показывать. Как же она этими галстуками все заслонилась. Хороший галстук, да? Ну, смотрите там, какой вам нравится. Я, честно говоря, если вам всем, большему числу людей, понравится какой-то другой, который там я показываю. Да, какой-то другой. То я его на следующий ролик и надену. Да, на самом деле, просто мне не лень посмотреть плюс-плюс-плюс такой номер галстука, я надену. Вы не удивляйтесь, хоть я мужик, вот так забавляюсь. Ну, я сам себе устраиваю праздники, я, как говорится, сама достаточно. Да нет, я повод нашел, чтобы с вами пообщаться, дорогие мои. И вы же со мной можете так пообщаться. Да, интересное дело. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok